Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Ирина. Здесь будет интересно любителям и профессионалам ногтевой эстетики. Присоединяйтесь к нам, нажимайте на колокольчик и мы начинаем! Сегодня у меня в кадре будет маникюр с дип-системой. Это пудровое покрытие. Такое покрытие еще называют титановым или минеральным. У меня на канале уже есть несколько видео с этой системой и сегодня хочу показать вам, как делать френч. В исходном варианте у меня есть ногти без покрытия практически разной длины, поэтому мы убираем длину под самый короткий ноготь, равняем все ногти, чтобы они были одинаковыми. Делаю форму мягкий квадрат, работаю, как обычно, пилочкой металлической со сменными одноразовыми файлами на 180 грит. Опиливаю форму и этой же пилочкой слегка шлифую ногтевую пластину. Можно сказать, просто царапаю ее. Следующим этапом вычищаю птеригий пламенем. Вычистила пламенем под кутикульный карман и следующим этапом срезаю кутикулу. Сегодня буду делать это накожницами. Аккуратно срезаю полосочку сухую кутикулы, чтобы не зацепить живые ткани. Теперь подготавливаю ногти к покрытию. Обезжириваю нейл-клинсером, который специально идет для дип-системы. Теперь прохожусь праймером. Перед началом работы нужно положить на вытяжку влажные салфетки, обильно смочить их водой, включить вытяжку и только после этого начинать покрывать базовым гелем. Оказывается, эта система летом носится хуже, чем зимой. И в технологию покрытия для летнего варианта внесены некоторые изменения. Сейчас я обо всем расскажу и покажу. Беру базовый гель, наношу на одну треть ногтя, прохожусь посередине, по бокам, убираю лишний гель с кисточки и тонким слоем прохожусь по торцу. Теперь опускаю в пудру, держу 7-10 секунд. Нам нужно, чтобы базовый гель напитался пудрой, от этого ногти становятся крепче и прочнее. Сначала буду покрывать одну руку, потом вторую. Обычно я делала не так, обычно я покрывала на всех 10 пальцах, потом повторяла каждый слой за слоем, а потом нужно было немножко подождать, пока материал полностью высохнет. Но сегодня сделаю полностью одну руку, сразу покрою активатором и пока я буду покрывать вторую руку, правая полностью просохнет. Делаю второй базовый слой прозрачной пудры, покрываю при этом уже немножко выше. Следующим этапом будем покрывать уже цветной пудрой. Прохожусь опять базовым гелем и опускаю пальчик в розовую нежную пудру. Это у нас будет подложка под френч. Теперь перед следующим слоем прохожусь еще раз праймером возле кутикулы. Это нужно для того, чтобы не отслаивался материал у кутикулы. Покрываю теперь базовым гелем поближе к кутикуле. И теперь внимание, вот такой вот бокс специальный для френча. Опускаю медленно пальчик, желательно, чтобы палец лежал на этом боксе, не становился перпендикулярно, а вот лежа опускался в пудру. И тогда у нас получатся красивые усики. Вот такой вот получился у нас френч. И теперь опускаю пальчик в цветную пудру. Наша задумка с клиенткой была сделать френч не слишком яркий, такой знаете, как был раньше, больше поднатуральный. Именно поэтому такую манипуляцию с френч боксом я делаю только одним слоем. Если сделать два слоя, френч будет поярче. Теперь внимание, для того, чтобы у нас ногти носились дольше, были крепче, именно на летний период, добавляем еще один слой. Покрываю базовым гелем и отправляю в прозрачную пудру. Прозрачная пудра у нас является самой крепкой. Цвет она нам не испортит, но добавит прочности. И к тому же, когда мы будем потом опиливать все это дело, у нас будет меньше вероятности спилить цвет. Теперь перекрываю все обильно активатором, он у нас запускает процесс сушки. Пока правая рука у нас сохнет, я полностью покрываю левую. Я уже покрыла левую руку, тем временем правая полностью просохла. И теперь можно приступать к опилу. Аккуратно опиливаю форму, заваливаю пилочку под ноготь, чтобы спилить натуральный ноготь, а искусственный материал остался сверху. Таким образом, у нас ничего отслаиваться, откалываться не будет с торца, потому что там будет только искусственный материал. Сделала форму и теперь делаю поверхностный опил. Аккуратно иду пилочкой от правой точки в рост, постепенно возле кутикулы и заканчиваю левой точкой в рост. Прохожусь по всему ногтю, смотрю на ноготь сбоку, чтобы у нас архитектура была правильная. Если меня все устраивает, перехожу к следующему ногтю. Теперь после опила обрабатываю кутикулу силикон-корбидной фрезой, убираю все заусенцы. И перед тем, как покрыть топом, еще раз прохожусь активатором. Последним действием, которое нам остается в этой системе, это покрыть двумя слоями топа. Топ у нас тоже специальный для дип-системы. Он также сохнет на воздухе, его нигде не нужно сушить. Вот такой вот у нас сегодня френч получился. Очень нежный, натуральный. Думаю, усики повыше у нас бы получилось сделать на более длинных ногтях. Нужно попробовать. Если вам понравился сегодняшний сюжет или был полезен, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем желаю хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!